Здравствуйте, друзья! Сегодня в нашем обзоре мы с вами рассмотрим купюру достоинством 100 рублей 1918 года. Заключение Брестского мира и временная военная передышка создавали некоторые благоприятные условия для налаживания денежного обращения. Весной 1918 года началась подготовка денежной реформы, которая предусматривала на первом этапе замену всех старых денежных знаков на новые. Отдел изобразительных искусств Народного комиссариата просвещения объявил конкурс на лучший рисунок денежных знаков. Пока проходил затянувшийся выбор рисунка, цвета и формы новых бумажных денег, жизнь заставила в срочном порядке начать печатание кредитных билетов со старым клише, которые были разработаны еще временным правительством и которая собиралась, но не успела их выпустить в следующем, 1918 году. Хотя пятыковские банкноты по фамилии нового управляющего Народного банка Пятыкова и не были, собственно, первыми советскими деньгами, но именно они и были выпущены в основной массе, порядка 74% в обращении в 1919 году. На этих купюрах все тот же и двуглавый орел, без короны, надпись «Государственный кредитный билет», пока вовсе без обозначения собственного государства. В мае 1919 года в обращение поступили кредитные билеты номиналом от рубля до 10 тысяч, выпущенные с оказанием предыдущего года, 1918. Все они оформлены однотипно. На всех банкнотах основное место занимает обозначение номинала цифрами справа и слева на обоих сторонах банкноты. На лицевой стороне, в центре, обозначение номинала словами и ниже надпись «Уразменено золото». Она уже несколько иная. Кредитные билеты размениваются государственным банком на золотую монету без ограничения суммы и обеспечиваются всем достоянием государства. О золотом содержании рубля уже не говорится. А давайте посмотрим, что изображено с обратной стороны этой купюры. С обратной стороны купюры мы видим. В центре двуглавый орел, без корон и без символов царской власти. И надпись «О преследовании по закону за подделку данных кредитных билетов». Давайте посмотрим, как выглядят водяные знаки данной купюры. Видим, что повторяющийся геометрический рельеф. А нет, это 100 рублевые цифры 100, повторяющиеся по всей площади. По всей площади купюры. Да, вот цифры 100 по всей площади купюры на просвечивание. А сегодня мы с вами ознакомились с купюрой государственный кредитный билет 100 рублей 1918 года. На сегодня все. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!